Мертвая хватка. В Караганде собака набросилась на собственную хозяйку и за это получила множество ножевых ранений. Позже пса доставили в ветклинику, заявив, что не имеют никакого отношения к четвероногому и платить за операцию не будут. Подробнее у Ирины Вобещевич. Вот в таком состоянии был доставлен 6-летний питбультерьер в ветеринарную клинику города. 2-го числа действительно к нам поступила собака породы питбуль, сколота резанными ранами грудной клетки брюшной полости. Собаку сразу привезли в операционную, так как наблюдалась большая потеря крови. Видавших виды врачей ужаснуло состояние пса. У собаки множественные разрывы легкого в брюшной полости, множественные повреждения внутренних органов. И, к сожалению, наши врачи не смогли остановить кровотечение, и собака погибла. Люди, которые принесли бедолагу в клинику, заявляли, что нашли животное в таком состоянии и не являются его хозяевами, а следовательно и платить не будут. По привычной схеме в ветклинике обратились к волонтерам, чтобы помогли отыскать хозяев. Была сделана одна фотография и отправлена в группу волонтерам, для того, чтобы они помогли нам найти владельца, и если они не найдутся, открыть сбор денежных средств на оплату лечения. В это время уже врачи в операционной старались помочь этой собаке, спасти ей жизнь, но, к сожалению, не удалось. Волонтерам стало известно, что люди, принесшие пса, и есть хозяева. Они сами в этом сознались. А пес был исколот ножом хозяйкой в тот момент, когда питбультерьер вышел из-под контроля и вцепился в женщину мертвой хваткой. Что стало толчком для агрессивного поведения собаки, хозяева не говорят. Волонтерам стало известно, что пес переходил из рук в руки от одного родственника к другим, якобы не имел дрессировки и воспитания. Бывшая владелица питбуля не может оправиться от шока после произошедшего. У меня сейчас такое состояние еще в положении вообще, и эту собаку я растила, можно сказать, с грудного возраста. Просто для вас, может быть, собака, а для меня это был, как, можно сказать, ребенок мой. По отношению к детям, ко мне, у него никогда не было агрессии. Она посторонний человек просто, я не знаю, что у них там произошло, все равно она и не близкий человек ему. Мы не общаемся после этого. Вины собаки в том, что она набросилась на человека, нет, заявляют волонтеры. Ее вина в том, что она родилась собакой, и ее выбрала именно эта семья. Защитники животных намерены довести дело до конца и наказать убить собаки. В очередной раз поднимая вопрос о необходимости введения соответствующего закона. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что Казахстану крайне необходим закон об ответственном отношении к животным. Он необходим прежде всего людям. Ветеринары же не берутся судить о произошедшем. Однако однозначно утверждают, что коль люди заводят животных, должны обеспечивать надлежащее содержание и воспитание. Безусловно, любая собака любой породы требует внимания и того, чтобы с ней занимались. Питбуль не является исключением, но это не та порода собак, которая проявляет агрессию просто так. Поэтому, конечно, безусловно, собакой нужно заниматься и дрессировать ее. Неважно, какой она породы.